Добрый вечер в эфире новости на своем. Меня зовут Никита Шишков. Четверг подходит к концу и обо всех событиях уходящего дня расскажем прямо сейчас. Конфета, отравляющая жизнь. Чем опасны снюсы и как бороться с этой новой бедой современности? Репортаж Екатерины Сегеда. В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы в 2019 году. Цифры и факты в репортаже Ильи Захарова. По красной дорожке за заслуженным признанием прошли гауреаты и победители третьего регионального конкурса «Пров. Овация 2019». Все подробности в сюжете. Взгляд из космоса. За посевами на Ставропольских полях будет следить спутник. Об этом и не только. Расскажем далее. Начинаем выпуск. Праздник, но не выходной. 12 декабря. 26 лет назад в нашей стране приняли основной закон государства – Конституцию Российской Федерации. Проходило всенародное голосование. Предложенные на референдум текст документа 3,5 года разрабатывали больше тысячи авторов. За принятие или отклонение основного документа страны голосовали больше 58 миллионов россиян. День Конституции стал памятной датой России. 12 декабря традиционно проходит общероссийский день приема граждан. Представители органов власти всех регионов отвечают на вопросы жителей, в том числе и глава государства. Жителей Ставрополья сегодня на своей странице в Инстаграм поздравил губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, что этот праздник символизирует современную Россию с ее величием, достижениями и победами. Еще один праздник становится все ближе. Завтра новогоднее настроение нахлынет с удройной силой. В Ставрополе зажжется главная краевая елка. Церемония будет впечатляющая. Цветовое шоу, дополненная реальность, игры, открытие большого катка на площади Ленина. Масштабы будут такие, что движение в центре города придется ограничить. В пятницу с 6 утра и до 11 вечера перекроют участок улицы Морозова от Артема до Маршала Жукова. Это район драмтеатра, а Маршала Жукова будет недоступна от Ленина до Дзержинского. Движению транспорта в течение дня это помешать не должно. Скорректировать маршрут с работы домой, правда, придется. Вечером с 5 часов. Недоступными для движения будут участки на улице Артема от Ленина до Дзержинского. На Морозова от Пушкина до Артема. На Дзержинского от Пушкина до проспекта Октябрьской революции. И на самом проспекте до Карла Маркса. В общем, самый центр города. Перекроют также Кавалерийскую от Комсомольского озера, Булкино и Советскую. Не забудьте спланировать дорогу заранее. А как будет ходить общественный транспорт, можно узнать на сайте городской администрации. Ну а еще неплохо знать, где может подстерегать опасность. Леденцы, конфеты, мармелад и даже зубочистки с никотином. Новободное увлечение современных подростков вызывает все больше беспокойства. Чем опасны снюсы, в проблеме разбиралась Екатерина Сегида. Мы сидели с друзьями, гуляли, отдыхали. Они дали мне попробовать снюс. Говорят, вот от него расслабляет, лучше, чем сигареты. То, что произошло дальше, Андрей вспоминает без особого удовольствия. Парень засунул сверток под губу, как ему и рекомендовали приятели. И началось. Началось сильно жечь, губа покраснела, тошнить начало, голова кружится. Возможно, подростку понадобилась бы помощь медиков. К счастью, обошлось. Он выплюнул пластинку и пообещал себе больше не пробовать такое. Сейчас многие жители России жалуются на распространение так называемых снюсов. Об этом пишут в соцсетях и сообщают в новостях. Но самое страшное – снюсами увлеклись несовершеннолетние. В интернете набирают популярность ролики, где не только известные блогеры, но и сами дети делятся впечатлениями после принятия изделия. Говорят об их абсолютной безвредности. Но это не так. То, что сегодня находится на российских прилавках – это никотиносодержащие изделия. Они могут быть в различных формах. Это могут быть никотиновые пакетики, это могут быть леденцы. Основной компонент, который там – это концентрат синтетического никотина. Согласно исследованиям, в одном таком свертке никотина содержится как в трех пачках сигарет. Нетрудно догадаться, какой вред может нанести неокрепшему организму подростка даже однократное употребление снюса. То, что детей нужно защитить от этой травы – это очевидно. Сейчас мы попробуем уточнить у взрослых, слышали они о том, что такое снюс. Мало того, что многие взрослые не слышали про снюсы, так еще и некоторые помогают покупать их подросткам. Никотина содержащие изделия в открытом доступе. Пока. Конечно, несовершеннолетним продажа запрещена. Но многие недобросовестные продавцы ради наживы делают это из-под полы. Вопрос решения этой проблемы уже подняли в правительстве региона на заседании Краевой антинаркотической комиссии. Сегодня есть проблема. Мы боролись с лирикой. Сейчас новая проблема. И я почему об этом сейчас вам говорю, что все мы здесь, сидящие за этим столом, должны, вы знаете, оперативно реагировать на изменение этой заразы, которая нас все время преследует и наших детей преследует. Краевые власти предложили на законодательном уровне ограничить продажу никотиносодержащей продукции. А всем взрослым пока необходимо проявить бдительность. Все вот эти никотиносодержащие изделия очень сильно ароматизированы. Это ароматы фруктов, тропических фруктов, корицы, мяты и так далее. Вот если от ребенка уже стало пахнуть нехарактерным вот таким вот ароматом, уже на это нужно обратить внимание. Ну и, естественно, волдыри, ожоги язвочки на губах, где-то внутри рта – это тоже характерный признак. Опять же, если ребенок стал плохо кушать, если у него там бледность, если у него в карманах, в одежде где-то обнаружены вот эти вот круглые шайбочки, коробочки, либо пакетики очень похожие на чай, они только в два раза меньше, надо бить тревогу. На Ставрополье уже зафиксированы случаи отравления подростков никотиносодержащей продукцией. Специалисты Министерства образования региона совместно с полицейскими проводят профилактические акции в образовательных учреждениях. Мы большую ставку делаем на родительскую общественность, потому что по Семейному кодексу за жизнь и здоровье детей отвечают в первую очередь родители. И от того, какую позицию в семье они займут, родители, по отношению к ребенку, от этого многое зависит. А медики напоминают, увлечение с нюсами может закончиться не только отравлением, но и онкологией или даже летальным исходом. За безопасное детство Екатерина Сегеда, Владимир Ходорев, Иван Шаталов и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Так что, родители, лишний раз проследите, что покупают ваши дети. А вот как уберечь себя от опасности, точно знают герои следующего сюжета. В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы края за 2019 год. На торжественной церемонии наградили профессионалов с наивысшими показателями в службе. Илья Захаров познакомился с теми, кто спасает и в водной, и в огненной стихии. Страшно было, если бы это перешло на населенный пункт. Сами поймите, это жители, это дети. Лишиться крова не хотелось бы. Перед объективом Милен Саркисов заметно смущается. Непривычно такое внимание журналистов. А вот на пожаре, напротив, действует быстро и хладнокровно. 23 августа этого года он точно не забудет. Тогда пожарные именно его части первыми прибыли на возгорание возле села Бешпагир. Горела сухая трава, кустарник и, что самое опасное, хвойный лес. Трудно было то, что в конце лесного массива, почти как в курортной зоне, находится больница и населенный пункт. Созданный оперативный штаб принял решение эвакуировать больных с больницы и жителей из близлежащих домов. В тушении этого пожара участвовали более 220 человек и 32 единицы техники, в том числе и пожарный вертолет. Совместными усилиями село Бешпагир удалось отстоять. Никто из местных жителей и спасателей тогда не пострадал. Сохраненные жизни – это, пожалуй, главное, чем могут гордиться спасатели и пожарные в уходящем году. Об этом говорили в Ставрополе, подводя итоги работы. Мы снизили гибель как на пожарах, так и на воде людей. И снизились значительно. Здесь, вероятнее всего, я понимаю, что это есть год, на год не приходится, но здесь большую работу проводили профилактическую. Следующий вопрос – не потеряли никого, все живы и здоровы в этом году, и пожарные, и спасатели. На торжественной церемонии наградили лучших пожарных и спасателей службы. Как подчеркнул начальник ПАС, в ведомству сегодня есть чем гордиться. К примеру, в сентябре заработала в полном объеме система вызова экстренных служб 112. С начала года операторы уже зафиксировали свыше миллиона обращений на этот номер. В этом году Краевая ПАС отметила свое десятилетие. За это время ее сотрудники 36 тысяч раз выезжали на пожары, 4,5 тысячи раз на ДТП, более 2,5 тысячи раз на спасательные работы на воде. При этом спасли свыше 25 тысяч человек, из них более 2 тысяч – дети. Сегодня служба – это 94 пожарные части в селах и станицах края. Сотни единиц техники, более полутора тысяч пожарных, спасателей, водителей, кинологов и других специалистов. Но самое главное – это готовность в любую минуту прийти на помощь, что бы ни случилось. Со скромными героями познакомились Илья Захаров и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Лжебанки атакуют. На этот раз в их сети попала 23-летняя ставропольчанка. Ей позвонил якобы представитель службы безопасности и сообщил, что деньги на ее карте под угрозой. Под прелогом списания денег злоумышленник убедил девушку перевести 100 тысяч рублей на резервный счет. О других ЧП расскажем в оперативной сводке. Неудачное похищение заказчиков кражи девушки на Ставрополье отправили в тюрьму. Ранее один из приговоренных поссорился со своей возлюбленной, избил ее и украл ювелирное украшение. Мужчину задержали и назначили домашний арест. Однако это не помешало ему разработать план похищения. Об этом узнали сотрудники МВД, они и выступили в роли исполнителя. Инсценировали кражу девушки, а сумку с ключами передали заказчику. Он зашел домой к возлюбленной и попытался унести оттуда 165 тысяч рублей. Нарушителя задержали на месте преступления. Назначили 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Отрекся от руля. Водителя с признаками алкогольного опьянения задержали на дороге Михайловска. Полицейские предложили пройти процедуру медосвидетельствования. Однако он отказался. Сначала мужчина сделал вид, что не понимает, о чем ему говорят. Потом просил подробнее разъяснить требования законодательства. А затем и вовсе заявил, что никаким автомобилем не управлял. Задержанному грозит до 15 суток ареста или штраф суммой в 30 тысяч рублей. Огонь унес жизнь. На месте пожара в Грачевском районе нашли тело погибшего. В хуторе Октябрь загорелся частный дом на улице Школьной. По оценкам специалистов, огонь охватил территорию в 50 квадратных метров. Тушили пожар 6 человек и 2 единицы техники. Причина смерти и материальный ущерб устанавливаются. ДТП во дворе. В краевом центре школьник попал под колеса. Авария произошла днем во дворе одного из домов на улице Краснофлотской. Автомобилистка, сбившая 9-летнего мальчика, в момент происшествия была трезвая. Ребенок получил ссадин и ушибы. Ему назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Ну что ж, экватор выпуска. Впереди еще много интересного. Это новости на своем. Не переключайтесь. Взгляд из космоса. За посевами на Ставропольских полях будет следить спутник. По красной дорожке за заслуженным признанием прошли гауреаты и победители третьего регионального конкурса «Проф. Овация-2019». Вся подробности в сюжете. Специалисты прибыли. В Железноводске будут проводить новые виды операции. Об этом и не только расскажем далее. Продолжаем выпуск. За Ставропольскими полями внимательно следят из космоса. Делают это даже не инопланетяне и не земляне в скафандрах, а спутники на орбите. Специальная техника мониторит состояние наших озимых и позволяет делать прогнозы на будущий урожай. Пока что свежие данные внушают оптимизм. 94% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. А уровень вегетации самый высокий за последние 17 лет. Тоже, по сути, на космической высоте. И дело тут не только в хорошей погоде. Наоборот, влаги в этом сезоне гораздо меньше, чем хотелось бы аграриям. Показатели растут за счет селекции и семеноводства, в том числе и элитного. Важную роль играет и системное развитие мелиорации, и верная тактика работы с минеральными удобрениями. Что ж, вернемся с космоса на Землю. В краевой столице пройдет новогодний молодежный бал. 16 декабря соберется самая активная часть Ставрополья, чтобы прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Будет на этом мероприятии церемония награждения. Главный из наград – студент года 2019. Кроме официальной части, участников ожидают творческие номера от ярких коллективов региона о других новосях края в нашем коротком обзоре. В Новоалександровском округе заложили первый километр водопровода «Восточный». Сооружение обеспечит питьевой водой около 7 тысяч человек в 8 населенных пунктах. В поселках Виноградном, Присадовом, Светлом, Крутобалковском, Кармалиновском, Ударном, Встречном и Хуторе Мокрая Балка. Общая протяженность водопровода составит 36 километров. Объект возводят в рамках нацпроекта «Экология». Его стоимость – более 360 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В Георгиевском округе обновили 13 километров дорожного полотна. Речь идет о дорогах Александрийская-Ульяновка и Георгиевск-Новопавловск. Ремонта там не было давно. Покрытие пришло в негодность. Ямы и колдобины создавали опасность для движения автомобилистов. Рабочие постелили новый асфальт, соответствующий всем нормативным требованиям. Жители близлежащих населенных пунктов смогут беспрепятственно добираться к социально значимым объектам. В Железноводской больнице стали проводить новые виды операций. Ранее некоторые оперативные вмешательства были недоступны из-за отсутствия специалистов. В Краевом Минздраве отметили – расширение видов медицинской помощи стало возможным благодаря программе «Земский доктор». Так, в этом году в городскую больницу пришли работать новые высококвалифицированные врачи. Эндокринный хирург, урологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Новогодний концерт в Кисловодске пройдет на новой сцене. До этого подобной площадки у города-курорта не было. Средства на приобретение сцены выделили из краевого бюджета. Также приобрели звуковую и световую аппаратуру. Открытие площадки пройдет 31 декабря возле главной городской елки на курортном бульваре. А в Ставрополе овации звучали и вне сцены. Аплодировали ставропольским бизнесменам. В Краевом Центре подвели итоги конкурса профессионального признания. Его инициаторами стали Фонд поддержки предпринимательства и Министерство экономического развития региона. Чей бизнес-дебют – семейный или социальный – стали лучшими. На церемонию награждения отправилась Ирина Ивановская. Красная дорожка в правительстве края для участников регионального конкурса проф. овации. Инициативных людей со всего края, которые уже воплотили свои бизнес-идеи в жизнь. Светлана – одна из них. Десять лет назад бизнес-леди день в день в этом же зале получала грант на создание своей фирмы по изготовлению одежды для младенцев. Теперь же щеголять в нарядах ставропольского производителя могут дети до пяти лет по всей стране. Мы получаем больше удовлетворения тогда, когда наши клиенты говорят о том, что наша продукция лучше. Это говорит о том, что нас знают и наша работа не пропала даром. В конкурсе – десять номинаций. Светлана участвует в двух из них. Победителей в каждой определяли по нескольким критериям, в том числе – деловитости бизнесменов. Которые приходили в фонд, были активны не только в рамках своей деятельности, но еще и получали активно различные услуги в тех фондах, в тех центрах, которые, скажем так, созданы Ставропольским краем, России в частности, для помощи предпринимателей. Региональный конкурс проф. овации, который проводится уже в третий раз, собрал больше сотни предпринимателей со всего края. Он позволил определить профессионалов в различных отраслях бизнеса и их успешным опытом привлечь начинающих бизнесменов. Нужно, конечно же, чтобы наших предпринимателей становилось больше, чтобы люди активнее шли в бизнес. И для этого мы предпринимаем различные шаги. То есть это и поддержка, это и консультация, это и обучение, ну и различные меры стимулирования. Сейчас предприниматели производят 35% волового регионального продукта Ставрополья. Приток бизнесменов в экономику края позволит выполнить задачу, поставленную губернатором, и довести вклад сектора малого и среднего бизнеса до половины всей стоимости товаров и услуг, произведенных для потребителей в крае. К тому же проф. овации – это аплодисменты. Это публичное признание предпринимателей со всего края, а также их работы и достижений. И это тоже часть поддержки. Вместе со всеми участникам аплодировали Ирина Ивановская и Антон Красов. Ставропольское телевидение. Следующая новость тоже для бизнесменов, особенно курортных. Всероссийский конкурс «Мастера гостей и преимства» ждет ваших заявок. Он предусмотрен специально для тех, кто развивает сферу туризма в России и нуждается в грантовой поддержке на развитии своих проектов. Подробности в сюжете Яны Лукошкиной. Это часть проекта нашей землячки Яны Боковой. История Ставрополья в лицах. В небольших видеороликах девушка рассказывает об известных людях, прославивших край. Проект уже получил признание. В прошлом году выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. Но попытать удачу Яна решила и сейчас. Немного обновит проект и отправит на Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». В России есть большое количество возможностей для самореализации. И наш край, город Ставрополь, и Ставрополь очень богат и талантливыми людьми, и достопримечательностями. И каждый человек может проявить себя и рассказать о всем том богатстве, которое здесь есть, и о тех людях, которые населяет наш город. Мастера гостеприимства – это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Стать его участником может каждый желающий. Участники также смогут представить свой авторский проект по туризму и гостеприимству. Прием заявок проходит на сайте конкурса. Если коротко, нам нужны управленцы разных категорий. И те, кто сейчас управляют, и те, кто хотят этим заниматься. Самое главное, мы ищем этих ребят не только в локациях, где сейчас туризм развивается с семимильными шагами, но и по всей стране, в разных регионах. Победителями станут 50 конкурсантов. Они смогут поработать с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. А 25 самых лучших участников также получат сертификат на обучение в Сколково. Яна Лукошкина, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. И я напомню, уже на следующей неделе, 16 декабря, будет возможность задать вопрос губернатору в прямом эфире. Итоги года на прямой линии подведет глава региона Владимир Владимиров. Это совместный проект главных СМИ региона, своего ТВ, ГТРК Ставрополье, интернет-портала Победа-26, газеты Ставропольская правда и издательского дома периодика Ставрополья. Вопросы в формате видеообращений можно присылать уже сейчас в WhatsApp и Telegram, по номеру, который указан ниже. А голосовые звонки принимают по телефону доверия, по номеру 8, код города 8652748188. Разговор с жителями края пройдет 16 декабря в эфире трех каналов своего ТВ, ГТРК Ставрополье и общественного телевидения России. Начало прямой линии в шесть вечера не пропустите. Ну а теперь время для новостей спорта. О них, как всегда, расскажет наш обозреватель Герман Кудьяров. Привет-привет. Добрый вечер. Ну и кто сегодня наши герои? Не очень хорошая новость. Тренер нашей баскетбольной команды был дисквалифицирован. Тогда антигерои получается. Рассказывай. Ставропольские баскетболисты из Динамо не поддались на провокации тульского арсенала. В Туле состоялся баскетбольный матч между ставропольскими Динамо и местным арсеналом. В конце игры команды неожиданно стали менять стратегию. Оказалось, что хозяева пытаются втянуть соперников в махинации. Игра закончилась победой тульчан со счетом 82-65. За 7 минут до конца матча арсенал делал все, чтобы не попадать в кольцо. В свою очередь ставропольцы забили всего лишь один трехочковый. Главный тренер Динамо Александр Соснин рассказал Ставропольской правде, что за 5 минут до конца матча он дал игрокам установку не участвовать в махинациях. После возобновления матча соперники поняли, что Динамо игру сушит. И после этого стали агрессивнее. По словам Соснина, динамовцы начали специально не забивать штрафные, выразив протест арсеналу. Но и также главный тренер заявил, что ставропольцы хотели привлечь внимание общественности к этой ситуации. Но, видимо, сделать это не совсем получилось, потому что Александра Соснина дисквалифицировали до конца сезона. Ну а теперь о хорошем. В конце декабря в Георгиевске построят каток. Торжественное открытие катка состоится в Георгиевске в ближайшие выходные. Для посетителей подготовлена развлекательная программа «Музыка угощения». Ну и также любители катания на коньках будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Ранее в администрации города сообщали, что инициатором создания катка стал местный предприниматель. Организаторы отмечают, что вход будет платным. Однако для некоторых категорий граждан подготовлены льготные билеты, которые будут распространяться через органы соцзащиты. Открытие состоится 15 декабря в 14.00. Стоит прийти хотя бы ради звезд фигурного катания в лице Деда Мороза и Снегурочки. Ну и также юные ставропольские акробаты приехали из Токио с сувенирами в виде медалей. Сборная России выступила в Японии на первенстве мира по прыжкам на батуте, двойной мини-трампе и прыжках на акробатической дорожке. За награды боролись более 800 атлетов из 40 стран. Россияне выиграли 27 медалей – 8 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых. За бортом подвига не остались и ставропольские воспитанники школы Василия и Таисии Скакун. Золото в категории прыгунов от 17 до 21 года завоевал Никита Ленин. Вот он на фотографии слева. А также вторым в этой категории стал Алексей Светлишников. Серебряными призерами до 15-16 лет стали Ксения Лудкова и Арсений Степанян. На этом у меня все, Никита, возвращаю слово. Ты тут про катов Георгиевских говорил. Сам тоже становился на коньки в этом году? Да, и вот уже скоро нас ждет открытие Ставропольского катка. Обязательно придем. Ну хорошо, я тоже буду готовиться. В любом случае, мне будет не так волнительно, как Деду Морозу. Вдруг борода запутается в коньках. Это были новости спорта с Германом Кузьяровым и теперь еще кое-что. Мы уже говорили про завтрашнюю елку на площади Ленина. Она стартует в 17.30. Будет красочное световое шоу. И в соцсетях опубликовали несколько фотографий со вчерашней ночной репетиции. В паблике нетипичный Ставрополь. Два снимка чуть переоткрывают завесу тайны. Самая высокая в крае ель почти 30 метров. Вот она, кстати, изображена, станет еще выше. Подсветят ее так, что вырастет она до 10 километров. Как сообщают организаторы шоу, самолетам это не помешает. Все уже согласовано. Так что и вы посматривайте в небо и не пугайтесь. А если у вас есть новость или проблема, которую хотите поделиться, то пишите нам в WhatsApp и Telegram вот по этому номеру. Присылайте фото и видео. Как всегда, попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. Все об этом знает Яна Лукошкина. Она уже в студии и сейчас поделится информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. По Александровскому городских округах днем будет немного теплее. Температура поднимется до плюс четырех. А вот ночью уйдет в минус один. Также в эту пятницу там будет облачно и ветрено. На курорты тоже придет похолодание. В Пятигорске и Минеральных водах плюс два днем, минус три ночью – снег. В Кисловодске днем температура воздуха прогреется до плюс трех. Ночью опустится до минус двух. Малооблачно и без осадков. А теперь о погоде на восточной территории Ставропольского края. Там погода в пятницу обещает быть морозной. В Арсгире, Буденновске, Нефтекумске – облачно. Минус один днем до минус четырех ночью. В Ипатово и Дивном днем ноль градусов. Ночью до минус двух. Значительная облачность, но без осадков. И на этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова